приветствую зрителей моего канала сегодня речь пойдет о инфракрасным сушильным шкафе для фруктов ягод иван чая видео будет довольно таки такое большое практически будут присутствовать на видео все стадии сборки этого сушильного шкафа сегодняшний день и вот все эти работы по металлу по дереву закончены но это первая пока часть слесарные такие основном работы по дереву вот во второй части будет уже значит разводка подключение инфракрасного вот этой пленки инфракрасного пола установка сетки и лотки и ну и система вентиляции влагоудаления так как я уже с этого лета перешел на иван-чай мне очень понравился отказался от сахара практически то решил что за эту зиму надо сделать обязательно сушильный шкаф потому что процессе приготовления так скажем то все стадии изготовления иван-чая самое муторное самое для меня такая тяжелая трудоемкая было это сушить иван-чай в духовке на это уходило очень много времени это на постоянно следить за ним и отнимала очень много времени на ютюбе шоу вот эту конструкцию вроде вяземский наверное даже александр увидел у нее инфракрасную сушилку и значит основа этой сушилки это инфракрасный теплый пол такая пленка значит у него он ячейки для сушения 100 на 500 миллиметров пленочка используется 400 ватт полезная площадь у него получается около пяти квадратных метров я начал делать эту сушилку исходя из вот этого железа и вот этих уголков вот этих алюминиевых листов внутренние размеры 800 на 600 высота 730 то ли это у меня будет 7 лотков по 750 миллиметров то ли 8 если 7 то это полезная площадь будет 5 те же самые пять метров но плюс еще 250 миллиметров то есть просто другая геометрия вот есть возможность использовать 8 лоток но я его не пока не делаю потому что думаю что сверху здесь у меня будет система вентиляции то есть здесь внутри будет установлен вентилятор и каким-то образом тут это будет воздушный поток направлен на обе стороны то есть вот внутри вот такие брусочки закреплены и вот здесь вот получается между ними эти бруски на 25 миллиметров то есть вот здесь вот такие воздушные будут каналы с двух сторон по всей глубине ящика и они от верха до самого низа такие вот воздушные вентиляционные каналы через вот эти щели воздух будет проходить снизу вверх или сверху вниз и будет циркулировать и влага будет уходить процессе сушки иван чая но вот на сегодняшний день вот пока вот так вот сделана вся основная работа каркас лотки вот их тут пока 7 штук лотки собраны на мебельных стяжках смысл такой что я посчитал что здесь не должно быть ни капли клея я не хочу пить чай который но впитает даже там было какое-то да там но в общем то есть чисто дерево и металл чтоб не было никаких никакой химии включая даже вот такой вроде безобидный клей пола плюс тут значит в этом сушильном шкафе будет температура близкая к 60 или даже 70 градусам соответственно не должно быть никаких потусторонних веществ то есть чисто дерево иван чай и металлический сам ящик а теперь я вам предлагаю посмотреть все процессы создания этого сушильного шкафа от практически дуя но конечно электрическая части и вентиляция это будет уже во второй части видео слесарку показываете снимать я не стал потому что ну не вижу в этом смысла вот здесь видно что значит все стыки все эти я проклеил и снаружи и изнутри скотчем внутри алюминиевым снаружи армированным скотчем для создания герметичности но вот это у меня рейсмус это циркулярка распускаю 200 миллиметровые доски бруски на делянке толщина где-то 50 миллиметров доски рамки которые внутри этого шкафа вот из таких брусков размеры 45 на 25 миллиметров ну и вот калибруя их чтоб все они оказались одинаковой толщины на рейсмусе очень удобная конечно вещь рейсмус незаменимая в столярной мастерской ну и конечно без пылесоса и я бы там просто утонул бы в опилках потому что трейсмус количество пилок просто невероятная очень большое а вот да наполнился пылесос и вот я его сейчас это вытряхаю там 60 литров буквально там две или три доски пропустил на рейсмусе и вот пожалуйста пылесос это полный ну торцовочная каретка и сейчас на ней я буду сейчас вот торцую а потом буду пилить и вот эти бруски уже в размер тоже вещь очень удобная конечно благодаря youtube многие вещи становится намного легче так ну напилил все напиленное на рейсмусе откалиброванное все очень хорошо это снимаю четверть ну делаю шип паз чтоб собрать эти рамки рамки буду решил собирать на вот эти пазы шип и вот она решил собирать на мебельных стяжках винты там где-то миллиметров 50 длиной вот и такие необычные гайки бочонки чтобы это все собрать вот пришлось сверлить отверстие очень удобно конечно когда есть даже такой китайский сверлили станок это вам не дрель все точно повторяемость высокая в общем сверлить замечательно это я уже рассверливаю видимо под шляпку чтоб утопить винт ага ну вот да вот сама эта мебельная стяжечка такая вот гаечка бочонок то есть сбоку просверлено отверстие нарезана резьба с одного торца шлиц под прямую плоскую отвертку на и вот сам винт вставляем гайку и винт и просто-напросто закручиваем и две детали стягиваются очень-очень качественно вот таким образом я собрал все рамки очень удачное решение конечно то есть это дало возможность полностью отказаться от клея но вот сейчас я снова доски распускаю на новые бруски уже для рамок для тех рамок на которых именно будет как-то сказать сушиться для лотков на которых будет сушиться это иван-чай или там не знаю фрукты какие-то вот это прикручиваю направляющие по которым будут ездить сам лоток то есть вот это это нижняя часть вот к этим рамкам будет закреплен теплый пол инфракрасная пленка а вот по этим верхним брусочком будет уже скользить сам лоток с сеткой сейчас я фрезерую пазы вот профрезеровал это именно уже вот сделал заготовки для самих лотков а это вот ответные части шипы вот этот упорчик или как это назвать кареточка вот эта которая двигаю у нее такое хлипкое качество она такая смешная но вот когда много надо делать одинаковых таких вот работ то она конечно спасает вот ну и потом вот решил после того как собрал эти рамки решил прогнать на фрезере еще и грани скруглить потому что вот эти лотки они будут постоянно в руках то есть я их буду доставать засыпать туда сырой чай как бы потом сушить потом опять доставать я решил что их надо закруглить чтоб они как-то приятнее лежали в руке и в общем было удобнее с ними обращаться вот так вот оно все скруглилось но так как древесина не до конца просохла есть некоторые такие заусинцы где-то какие-то ворсинки такие после этого я решил еще все это шлифануть она тут вот 7 лотков готова да вот это процесс шлифовки не хочется как-то подцепить занозу то есть пока дерево такое еще влажное я решил что лучше сейчас все это шлифануть чем потом вынимать из пальцев занозу все вот после того как я отшлифовал закрепил направляющие с пленкой внутри шкафа ну и вставил лотки вот такая конструкция у меня получилась надеюсь вы оцените по достоинству кто-то поставит лайк лайки кто-то дизлайки ну соответственно планирую снять вторую часть этого видео о том как я здесь выполняю монтаж подсоединяя инфракрасную пленку развожу то есть планирую поставить ну минимум 7 автоматов 6 амперных чтобы то есть если у меня будет но чтоб я мог включать конкретные ну там надо мне пять лотков вот я включил 5 надо все семь я включился 7 надо один я включил один ну или два там да то есть чтобы вот это была возможность то есть будет 7 автоматических выключателей и плюс еще будет установлен терморегулятор но вот самая пока сложная для меня это вот я думаю каким образом организовать вентиляцию ну все на этом заканчиваю всем спасибо подписывайтесь на канал обязательно выйдет вторая часть видео под названием тушильный инфракрасный шкаф для иван чая всем пока